всем привет это канал turkish people меня зовут елена привет сисов мы сейчас находимся в турецкой деревне но вы уже это заметили а едем мы сюда по делу у нас есть дома питомцы их надо уже действительно отвезти в деревню мы их не можем дома долго уже держать давайте по порядку кто следит за нашим каналом в апреле месяце на базаре чаршамба позор и мой любимый муж купил мне трех цыплят маленьких желтенький такая прелесть были я купил дети подарок монах куда но это понимаете это было еще в апреле месяце сейчас у нас июнь и в общем нас история была такая зара купили перевезли дома жена радостных начал кормить я так вижу она меня не трогают это отличный дебол короче она начал кормить два штуку марс сначала один умер потом другой умер один я на руках умер я плакала а второй когда умер утром те так глаза открыл жена плачет такую не такой метлина такую ругается плачет говорят там мои сплата умер туда-сюда я вставал вот мы пошли с младшим сыном владимирчиком погулять часа через полтора два вот возвращаемся домой меня на встречу бежит моя дочка не и кричит мама мама ты знаешь что папа купил ты знаешь что купил пошли быстрее и я захожу в зал и у нас коробки опять сидит три цыпленка таких вот опять желтенькие купил он еще нам двух цыплят еще двух купил которые когда я купил человек мне спросил лая и цель и ла мясо какой выбираешь я сказал какую не умирает да и привез этих двух желтеньких они такие кузатенькие были вроде все три одинакового размера смотрите он сюда вот залез тут вот он такой мягкий такое прикольное ощущение ногтиками его какой любопытный ну и сам начале только были одинакового размера а потом они начали так расти в общем купил он бройлеров вот смотри какая большая разница вот эти два больших толстых и вот этот мелкий петушок зато у него гребень самый большой такой огромный до туда когда купил человек мне говорил там одному через три месяц будет 45 килограмм я не верил человек что такое это 45 килограмм прошло два месяца у нас один весит два килограмма 400 грамм уже два месяца человек точно говорил если три месяц уже пять килограмм ближе к пять килограмм будет а сейчас я вам покажу что получилось у нас сплата два штук один никак не дадим потому что ну это маленький он такой ручной 750 грамм сейчас весит у нас есть дома весы и они их регулярно взвешивают но тут вообще ручную любимый осталось это да я тоже против не дадим потому что два большого как и отвезли испортию воняет у них большая огромная коробка им уже там тесно я их на балкон выпускаю у нас два балкона один хозяйственный один вот где вот мы сидим дастей встречая вот хозяйственный балкон их отнесла они уже у меня там живут каждый день по несколько раз день я убираюсь за ними и жалко нет они со мной разговаривают я просто сама их сам прости сам покушать сейчас люди будут говорить покушать и сам это нет нет лучше купи на улицу и поедешь но свой никак потому что это не не удобно да да невозможно просто вот ты сможешь его убить не знаю не спросил себя ну в общем поменьше разговоров пойдемте я вам их покажу они у нас в коробке в багажнике мы едем в деревню к знакомому Юсуфу он просто позвонил кто цыплят держит кто еще чтобы разговаривал спрашивать кто готов их взять и по дороге мы остановились чтобы на них еще раз посмотреть с ними пообщаться жарко им в коробке там у нас петух и курица это курочка зовут зовут вот на весе два килограмма и вот какой у нас петух смотрите окличка у него мася когда он был маленький он действительно был маленьким самым у нас цыпленочка но дома у нас остался еще один красавчик такой с огромным гребнем вот так ребят как быстро растут бройлеры я вот честно никогда в жизни бройлеров не видела вот таком кроме как в магазине у меня у бабушки в деревне были цыплята каждый год я ребенком ездил цыплятки были но они в обычные цыплята вон в мае выведутся где-то к осени подрастут а это вот огромная курица этот весит два с половиной килограмма мася он такой мася у нас мы не ожидали что вот из маленьких желтеньких таких на ладошку помещались все трое могут вырасти такие большие курицы они скайди руки тоже помой тут уж за одну тогда расскажем где руки моют рисовчик как это место называет ли ты руки моешь слома каналы это канал по нему течет вода для полива полей вот его потом открывают перекрывают прям на поля вода затекает там дальше ну что поедем дальше давай поедем сдадим покажем где мы их оставим а 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 говорит пусть привыкнут тут быть да вот для них это прекрасное место Водичка есть, солнышко есть. Будут кормить. А он видишь куриц сколько много петухов пользует. Дайте вот уже полные курицы. Мама, а может быть найдем яйца? Ну все. Начинают они осваиваться. Наши Зюзи и Мася. Оставим мы их здесь. У них кур много. Они гуляют здесь на воле. Сказали, когда они освоятся, их тоже будут выпускать вместе со всеми. Ну вот все, что могли для них, хорошее мы сделали. Вырастили. Привезли. Они такие большие. Муртай апы, а мне? Хаир, ики ай сады же. Ики ай лык. Думает, что они такие большие. Они у нас маленькие. Они у нас маленькие. Ахахахаха. Ахахаха. Ахахаха. Она спрашивает, где мы их выращивали. Мама сказала, на балконе. Ну все. Мася и Зюзи, они пока тут осваиваются. Посмотрим. Как будем уезжать, я на них тоже посмотрю. Мы сейчас покажем, где другие курицы бегают. Спасибо. Черные, белые. А наши белые. А тут деревенские куры разноцветные. Мама. Ой, нашу Аню нашли. Здравствуйте, а что вы тут делаете? Просто граждан, спрашивая. Не расстраивайся, Аня. А? Не расстраивайся. Там вот Мася. Что? Лежит. Вот видите место, где они несут яйца? А вон яичка лежит. Смотри, видишь? Гнездо там. Курица пришла, я снесла и ушла. Она клюется. Она не отдаст своих цыплят. Да, она подлетает. Защищает, конечно, своих деток. Ну что, пора прощаться с вами. Зюдя, Мася. Уже привыкли. Попили, поели. Курочки, пока. Будем по вам скучать. У нас участка своего нет. Поэтому будете жить у других. Все, сейчас будем уезжать. А вот знакомство с хозяевами этого курятника. Они пришли на ночь. Наш маленький цыпленочек два месяца от роду. Размером практически с этого большого петуха. Наши уже вылезли погулять. Осваиваются потихоньку. Видела, видела. Что, клюнули тебя? Нет. Все? Нет. Нечего ее цыплят вырывать. У них мама есть. Да, вот эта вот большая. Ну, мам, скажи честно, это было не больно. Смотрите, они так осваиваются. Что едят? Травку зелененькую. Потому что тут кормили мы их хлебом сначала. Но они не очень любят хлеб нашим. Курятники, видите, второй этаж есть. Наши, кстати, забраться туда не могут. Они уже себе место определили там вот в уголке возле воды. Пока гуляют по отдельности. Посмотрите, какой наш огромный петух. Мама, не дайте здесь бежать, они там еще не оскорились. Да, из курятника пусть не уходят. Вот так вот над ними стоим, стоим, стоим. Уже родные. Да, уже домой их надо. Видите, солнце уже почти село. Все. Давайте последний уже раз говорим точно. Пока. Да, да, да. Пока, пока. А мы гуляем, гуляем, гуляем. Напротив теплиц. Вот такой дом в деревне. И рядом теплица. Они занимаются хозяйством. А вы знаете, что это такое? У нас в Анталии наконец начали массу авокадо садить. А то, говорят, в Анталии очень дорого стоит авокадо. Это правда? На базарах спрашивают, как так возможно? У вас так тепло, почему не растут авокадо? Ну, только, видите, начали сейчас. Через несколько лет, когда вот все вырастут точно растения, так они 4-5 лет растет вот росток и потом начинают плоды давать свои. Вот. И через это время подешевеет наконец-то. И будут турецкие авокадо. Они тебя все боятся. Ты с ними не познакомился. Сразу начинаешь за ним бегать. Ну что, Анечка, будем оставлять их здесь? Мне кажется, нужно. Потому что уже такие огромные. Они огромные. У нас просто уже не хватало на них места. Вот им надо простор, им надо же деревня. Юсуф позвонил, кому предложил, вот и кто согласился их взять, туда мы приехали. Мы привезли наших цыпляток. Пусть живут здесь, вот сколько живут. На воле. Да, на воле, бегают, гуляют. Вроде все нормально. Сначала они должны сводиться, потом гулять с нами. Вот так. Из маленьких-маленьких могут вырасти вот такие большие курицы. Когда ты идешь на поводу своих вот таких желаний, ой, какие маленькие, ой, какие хорошенькие. Вот такие могут быть последствия. Я, конечно, ничуть не жалею, что тогда мы их купили. Мне так было приятно, что муж для меня это сделал. Я просто шла, смотрела, потрогала и пошла дальше. А он говорит, подожди, оставил меня с тележкой. Вернулся, купил их, мне принес. Была забота, да, вот такая. Но это все-таки курица. Спасибо вам, что вы смотрите за нашу жизнь. Да, вот и у нас такие тоже бывают приключения. Мы обычные люди, живем мы в Анталии. У нас вот детишки порадовали детей. И, по-моему, порадовали больше меня. Нашей покупкой, нашим питомцем отвезли мы их. Будем уходить, еще раз попрощаемся с ними, пожелаем всего самого наилучшего. Спасибо вам, что вы с нами. Я вас всех люблю. Всем пока. Не расстраивайся, им тут будет лучше. Да, я сама понимаю. Они не хорошие. Машенька. Я вас всех люблю. А зачем вы с приходите за нашу жизнь? Машенька. У нас все очень много. Все очень много.